Добро пожаловать в Warface, братишка! Рукутагин, один из бойцов армии Нагиба написал, а не слабо ли тебе сделать мозголом на укулеле? Капитан Очевидность, для бойцов армии Нагиба не существует слова слабо. Добро пожаловать в Warface! Ну признайся, Рачен, горит от кланов, да? Ты знаешь, от одних горит, а у других горит от меня, да? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мартин, Капитан Очевидность и отличненький анекдот. Анекдот злободневный. В наше время собака это уже не прихоть, это средство передвижения. Да, так оно и бывает. Так. Спокойненько, кстати, тут что-то. Но я в это особо не верю, какие-то шаги, по-моему, есть, да. Здравствуйте. Натянуто. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, ребятки. Не надо нервничать. Вот так. Вот так. Отлично. Натянуто. Да. Вот это я понимаю уровень. Каждый угол, каждую нычку уже Ракутаген. Да. Ну прямо 10 папичей из 10. Будем надеяться, что это был комплимент, капитан очевидный. Итак, друзья. Разговор сегодня пойдет о кланах. Кланы на РМ. Кланы, которых здесь-то в соло РМ, подчеркиваю, быть вообще не должно. Я вам даже больше скажу. Вот эти все системы, типа, здесь у нас две скобки, плюс я, например, да, такая ситуация может быть. А против нас целый клан, и типа, это справедливо, это нихрена не справедливо. Вообще ни разу. Две скобки, плюс один рандом, например, это не справедливо против клана. Я считаю, что вообще любые скобки должны играть против скобок. А рандом должен играть только против рандома. Это нормальная, как бы, система. Это нормальная ситуация, и только так это возможно. Все нормально, Ракутаген. Ты оказался бесполезным. Да пошел в жопу. Ну и хорошо, что бесполезным. Почаще бы мне такие тиммейты попадались. Вот это реально тиммейты молодцы. Вот даже претензий никаких к ним нет. Они, смотрите, грамотно расходятся. Двое на один план, двое на другой. Просто так не сливаются. Занимают нормальные позиции. Реально ребята шарят. Шарят. Вообще красавцы. К ним вообще никаких претензий. Вон, снайпер попадает. Это вообще замечательно. Так и должно быть постоянно. Против нас играет фулл клан. Но клан этот что-то пока что особо не блистает. Вот, медик у них что-то может, точнее инженер. Но это недолго продлилось. Я положил этому конец. Сейчас на самом деле неплохо бы рестнуть своих, либо послушать, что у нас. Кстати, там кто-то есть, да. Что тут на пленту интересно? Я вот так сделаю на всякий случай. Ага, вон оно как. Ну давай, попробуй. Ну вот я смотрю, что-то эти кланы особо-то не блистают. Да, да. Мне кажется, люди больше жалуются попусту. Не, Кэп, люди не попусту жалуются, потому что когда у тебя нормальные тиммейты, как сейчас попали, все хорошо. А если мы также будем играть против такого же клана, даже, может, я не знаю, не очень сильный состав, по-моему. Но у меня будут тиммейты, которые еще управление не освоили, а таких на соло-РМ дохренища просто. То все будет очень печально. Играть против клана невозможно тогда. И вот эта система автобаланса, она не работает в Warface нормально. То есть тебе могут попасться такие тиммейты, а могут попасться тиммейты, которые, по-моему, вообще подрыв первый раз в жизни играют. И это очень печально. Это очень плохо. Такого быть не должно. Но это есть. И на самом деле вот такая ситуация, как сейчас сложилось, да? Тиммейты тащат, я тащу, а клан против нас как-то особо... Ах, блин, промахнулся. Не играет. Это редкость. Ну, такой себе дым. Нормальный дым. Не, можно, кстати, получше сделать. Реально получше. Ближе к воде его кинуть. Но этот дым тоже неплохой. Мусор закрыть. Потому что с мусора очень часто снайперы стреляют. Тихо. Блин, плохо, ребята. Вот, все-таки, рандомы есть рандомы. По-любому. Хотя многие кланы хуже играют. Серьезно, очень многие кланы играют хуже. Проблема сейчас была в том, и она сохраняется, что на плент надо заходить вместе, и на плент надо заходить быстро. Никогда нельзя стоять. Вот это, знаете, стоим и чего-то ждем, перестреливаемся. Это самое худшее, что можно делать в атаке. Если вы в атаке встали, встали, вы умерли. Вы не зашли, по-любому. Особенно это часто проявляется на переулках. Знаете, когда на переулках команда просто встала и стоит, и ждет чего-то. Все, это слито. Эта атака, она не зайдет почти наверняка. То есть, как только началась перестрелка, как только пошли трупы, надо сразу заходить. Заходить грамотно, все вместе. Вот сейчас я жду, что на эти тиммейты зайдут. Я надеюсь, что так оно и будет. Но не исключено, что будет иначе. Вроде заходят. Вроде заходят. Все, вот. Вот это заход. Все вместе. Опа, навалились. Молодцы. Так, натянуто. Да ну блин, я думал, сука, ваншот будет. Как так-то? Че за жопа? Врачишка, ну а как ты вообще предлагаешь решить эту проблему плана? Кэп, эта проблема, она решаема, причем выход знают разработчики, и они его обещают. Они обещают, что у нас будет кросс-сервер, то есть со всех серверов будет общий поиск, быстрый, и будет еще кросс-платформа. То есть игроки из приставок, которые захотят играть с игроками ПК, они могут поставить галочку, и у них будет общий поиск с нами. Это будет очень круто. Потому что тогда онлайн варфейсе, по моим прикидкам, будет в районе 200 тысяч. Ну это максимальный. Скорее всего, будет, конечно, где-то 1110-120. Такой обычный, нормальный, да? Это очень круто. Потому что сейчас, вопреки всем утверждениям наших разработчиков, я хочу сказать, что на сервере Чарли, подчеркиваю, на Чарли, на Браво, кстати, тоже все плохо, на Альфа еще более-менее ничего. Вот на Чарли вообще все печально. Я, ну блин, ну ребят, ну пожалуйста, ну хватит, ну это сколько мыслей сейчас. Рачишка, но ведь Мишаня говорил, что в связи с карантином сейчас вроде как онлайн серьезно вырос. Да, Мишаня так говорит, что он вырос. Но я на Чарли, ребята, я депо часто вообще не могу найти. Вот днем не могу, вечером часто не могу, вообще не могу найти. Находится комната, там 5 игроков, и она потом распадается, потому что люди выходят. Я по 5-7 минут депо ищу, а то и больше. И потом она распадается, комната. То же самое, к сожалению, в последнее время случается с Пагодой. Да, Пагода, популярная карта, а порой ее не найти. Ищется долго, люди выходят, жопа. Карта в уничтожении, тихо. Студия, студия, тоже задница. В студии тоже все... Ребята, нет, сука, я помахнулся. Блин, какой же я рак, сука. Короче, нагиб. Реально сочный нагиб. Парняга справится, я чувствую. Справится, мятежник, давай. В общем, онлайн на сервии Чарли, он полностью в жопе. На карантине, подчеркиваю. На карантине, онлайн в жопе. Чего бы там разработчики не... Не, я думаю, у него не получится. Ну, посмотрим. Мне кажется, он способен. Он такой прям тактичный, красавчик. Разработчики наши, многие, чё говорят про это? Они постоянно давят на статистику. Вот у нас статистика. Где ваша статистика? Ваша статистика, это сухие цифры. Они не отображают реальные ситуации в игре. Блин, огонь. Мы проиграли. Не отображают вообще ни разу. Да? С онлайном всё плохо. Серьёзно, я говорю как есть. На Чарли плохо. На Альфа, да. На Альфа можно найти многие кат и можно играть. Но, извините меня, у меня всё прокачано на Чарли. У меня тут весь донат, у меня тут випки, у меня всё. Я чё сейчас, на Чарли, на Альфу побегу? Да нафиг оно мне надо, вы чё? Серьёзно, я туда не пойду. У меня там почти ничего нет. Ну-ка. По-моему, они тут кучно стоят, да? Да. Ладно, полетели. Хватит сидеть. Дабл-кил, детка. Иди сюда, мой сладкий. Натянуто. Да. Неожиданно. В последнем раунде ты, прямо скажем, проявил себя. Молодец. Благодарю вас. В общем, играть против кланов это, знаете, играть в русскую рулетку. Может попасться вот такой клан и при этом у тебя будут вот такие тиммейты в соло. И ты будешь тащить. А может быть, против тебя попадётся достаточно сильный клан, а с тобой будут тиммейты, которые ещё не поняли, что такое вообще режим. Подрыв. Да и управление многие ещё не настроили. И всё будет печально. И понимаете, это неправильно. Потому что РМ у нас позиционируется как скилловый режим. Режим, где ты апаешь какие-то рейтинги. И если ты апаешь рейтинги, ты должен находиться в равных условиях с противником. И если против тебя попадаются кланы на соло РМ, то такие условия назвать равными нельзя. И ещё раз по поводу кросс-сервера и кросс-платформы. Разработчики, я вас очень прошу, поторопитесь. Время уходит. Оно действительно уходит. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше же будет для нас всех. В любом случае, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки, пожелания, как хотите. Яйки чешите обязательно. Без этого, сами понимаете, просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.